Всем привет, мои дорогие! Сегодня я в таком вот в таком каком-то не формате с вами буду общаться полулежа, полусидя и вот так могу, и вот так ну вот так вот мне хочется ну что хочу сказать вчера покрасила я себе покрасили мне волосы, корни волос мне сначала их осветлили, корешки все вот, а потом уже соответственно наложили краску ну наложили, может неправильно, покрасили мне на волосы, краску мне добавили вот такой вот цвет получился, но конечно краску привезли не ту, которую я хотела, потому что ее нет мы что-то не нашли, краска называется капус, кто слышал о ней может быть знают эту краску она профессиональная краска, очень хорошая покупили мне другую краску в магазине даже название ее не помню, поэтому даже вам говорить не буду, ну вот так вот у меня осветлилась голова вот волосы, вернее не голова, а волосы но во всяком случае, какие были корни вчера кому я показывала вот, сейчас у меня уже видите вот видите, какая красивая это то есть мне на месяц там, на два мне хватит на месяц, на два мне хватит ходить я последний раз красилась в ноябре месяце, в конце ноября я подкрашивала волосы себе вот, и поэтому вот до какого до вчерашнего числа, в февраль месяц я вот уже ходила с такими темными корнями ну бог с ним, но все равно голова приятней как, оцените, да? уже посимпатичнее стало вообще выглядеть а то какая-то бабка бабариха была ну вот, видите, как я с вами сижу так, о чем я сегодня хотела с вами поговорить вчера я с вами общалась и говорила, что мы с Наташей Куик вспоминали нашу молодость вспоминали наше детство, нашу юность то есть вспоминали то время когда был Советский Союз когда были союзные республики все там Грузия, Армения там Грузия Грузия, Армения там и Молдовия в общем все, все, все наши республики которые сейчас от нас как бы отсоединились, живут самостоятельно вот в то время у нас были эти 15 советских республик у нас не было границ мы ездили у кого была возможность, ездили по этим республикам ну в общем, жили все дружно и наша страна была одной большой семьей вот и я хотела и я хотела продолжить маленькое воспоминание того времени вот люди моего поколения ну старшие моего поколения чуть-чуть помладше допустим ну там 66 где-то 66 года вот такие вот такое поколение скажем, да оно помнит помнит наше золотое время вот и мне очень приятно вспоминать иногда наше детство как мы жили я вот иногда так, знаете, окунаюсь в прошлое в приятное прошлое то есть, как бы, знаете, говорят, что не надо оглядываться в прошлое оно тебя затягивает и не думай о прошлом смотри только вперед и иди только вперед но я частично не согласна с этим мы, как бы, наше прошлое всегда есть оно останется с нами это наше детство наши родители которых уже у многих нету вот наше воспитание которое сейчас нету у наших детей у наших внуков вот даже начнем хотя бы с этого ну если даже, например взять воспоминания того времени например ну вот вспоминайте опять это у всех во всех городах были автоматы с газированной водой с газировками по 3 копейки с сиропом было по 1 копейке было без сиропа стояли на всех улицах там практически на площадях стояли эти автоматы с газированной водой и в них были граненые стаканчики вот никто эти стаканчики вообще не брал они всегда были и ночью, и утром и в любое время суток можно было подойти и бросить монетку и попить и что самое интересное мы вот росли наши родители мы росли у нас в жизни не было ни у кого никакой брезгливости там что столько людей попил из этого стаканчика вот вспоминайте, да подойдешь его там ополоснешь в этом же автомате водичкой попил за тобой очередь стоит вот люди стоят и особенно если жара то за тобой очередь и сколько людей пройдет через этот стакан или стакан пройдет через этих людей скажем, да и не было ни у кого даже мысли какой-то там подхватить какую-то заразу там или еще что-то сейчас конечно этого нету вот и уже не будет никогда потому что в магазинах уже даже все не продают уже даже воду в стаканчиках ты не сможешь прийти в магазин и сказать дайте мне стакан воды или там дайте мне сделайте мне коктейль а в наше время это было можно прийти было в магазин заказать молочный коктейль за 10 копеек за 11 копеек был молочный коктейль вот соки были разные на разлив ну ну все в магазинах постоянно был специальный отдел где продавались вот эти вот соки воды где можно было прийти и выпить воды вот это что касается нашего времени нашего детства когда мы росли вот потом вспоминайте девчонки подруги мои кто будете сейчас смотреть вы сейчас будете мне соглашаться говорить да да правильно Татьяна говорит вспомните раньше во дворах всегда играли в классики всегда все дворы были милом и исчерчены все эти классики и девчонки прыгали и вскакалки прыгали биточки у нас были помните вот эти вот железные вот такие вот баночки в них продавались леденцы Мампасси магазина как сейчас помню например у нас в нашем городе в Красноярске где я жила это стоило ну копеек 28 наверное хорошая такая баночка с леденцами красивые баночки были мы старались чтобы у нас были очень красивые банки выбирали их леденцы съедались эта баночка набиралась песком или землей запечатывалась изолентой и все и мы прыгали скакали на улицах у нас не было интернетов нет телефонов сотовых и в квартирах то у нас не было телефонов потому что в свое время ну в наше время то чтобы иметь в квартире телефон в личной квартире это только были телефоны у таких у статусных людей там у начальников там или но у людей которые занимали какие-то руководящие посты. У простых людей не было телефонов, и они даже мечтать не могли об этом, и не думали, что ой, когда мне телефон поставят. Это вообще была мечта недосягаемая. Вот, поэтому мы все во дворах, шелупонь, мы все вываливали во двор, мы играли в казаки-разбойники, мы делали секретики, мы закапывали какие-то секретики в песок, в землю, прятали, вот, бегали потом утром прибегали, раскапывали, смотрели. Ну, много было занятий у нас, было много, вплоть до того, что лазили по деревьям, понимаете, сидели на этих деревьях, у нас тополя были, мы залазили на какие-то небольшие тополя на ветке, вечно бегали с ободранными коленками, коленки были зеленкой обработаны, родители нам мазали эти коленки зеленкой или йодом. Ну, настолько было, вот я сейчас вспоминаю, настолько было вот это вот, это жизнь была, это было у нас детство, это было детство, ну, потому что все, никто дома не сидел, никто дома не сидел, все бегали на улице, и для всех было занятие. А какие были лагеря? Вот кто ездил в лагеря, уезжали же и на сезон, на два, и на три сезона уезжали. Вот, там вообще у нас были линейки, пионерские костры, и походы были, и кто постарше был в отрядах, там вообще начиналась первая влюбленность, там уже начинали нам мальчики, девочки нравятся кому, да, вот, и поэтому я вот сейчас вспоминаю, вот, например, вот сейчас взять, вот в сегодняшнее время, кто сейчас ходит в библиотеку? Вы сейчас засмычетесь? Да никто, потому что у всех в руках есть интернет, и любое там, что тебе надо, любое произведение, ты открой, и у тебя будет. А у нас была, у нас была библиотека. Мы приходили в библиотеку, мы брали книги на прокат, мы ходили в читальный зал, мы просто читали, мы читали книги, вот эти вот волшебные, живые книги, мы их читали. И я хочу сказать, что книги читали с запоем, потому что иногда тебе какую-то книжку надо, ты придёшь в библиотеку, а библиотекарь говорит, а книга на руках, за ней ещё очередь, ещё стоят три человека, и она тебе записывает на очередь, и ты ждёшь, когда читающий принесёт эту книгу, передаст там другому, и как бы ты ждёшь, когда эта книга к тебе попадёт. Вот, и поэтому я считаю, что настолько это было всё трогательно, так трепетно было. Мне кажется, и погода раньше была другая. Лето так было, лето, зима была, зима. Например, я, если говорить о Сибири, Красноярском крае, у нас такие были морозы, зимой морозы, что были и за 35 градусов, и ближе к 40 было, что в школу даже мы не ходили, не ходили, потому что люди все по улицам шли закутанные, ресницы были белые, все выни, щёки отмораживали, носы отмораживали, валенки были в ходу, покупали валеночки, и мы бегали все по этому снегу. Туман такой, прям, помню, стоял мороз, и стоял туман, что на улицу выйдешь, и вообще ничего не видно. С соседнего дома было вообще не видно, такой был туман, потому что был мороз. Вот это было то время, допустим, зима, Новый год, как мы все ждали Новый год. У нас же не было в то время и понятия, что были какие-то должны быть искусственные ёлки, которые сейчас уже стоят практически в каждой семье. У нас были, ребята, живые ёлки, настоящие живые ёлки. И родители купят ёлку, там сходят заранее на рынок, принесут ёлку, купят её где-то за неделю, за две, а кто-то и за месяц покупал. Ёлки все хранились, представляете, ёлки все хранились за окнами. Ёлочки привязывались за окном, вот, и у каждого, вот идёшь по улице и смотришь, у многих ёлки висят, прям, привязанные к окошку, там, к форточке, у всех висели ёлки. Но когда её приносили домой, с улицы, с мороза, папа, помню, поставит ёлку там на специальную подставку, она отогреется, она расправит свои, вот эти вот пушистые веточки, лапки, запах не вов... Такой стоял запах, вот лесом прям пахло, представляете, какая была красота. Вот Новый год был для нас священный, великий праздник такой, скажем, да, и это вот все, вот я говорю, я сейчас рассказываю, кто сейчас будет смотреть, смотрит, вот, моего поколения, они, они, правда, скажут, что я права была. Новый год, мы так все ждали, вот это для нас было, ну, такое, что настоящий Новый год, потому что это были мандарины, которые пахли, прямо запах стоял на всю квартиру, сейчас мандарины так не пахнут, и сейчас Новый год уже не такой радостный Новый год, как были, как было это 30 лет назад с лишним, да, как вот мы росли, когда, когда мы были детьми, подростками, вот, а раньше это было, вообще, готовились к Новому году, сейчас уже дети практически не делают никакие костюмы карнавальные, а у нас в наше время были зайчики и были снежинки, я хочу сказать, если в садик ходишь, девочки все были снежинками, мальчики все были зайчиками, вот, и я, по-моему, у меня всю жизнь, у меня, я часто была в детстве снежинкой, мама мне шила костюм, покупала много марли, она мне делала юбку, там все, она мне шила из марли красивое платье, она мне его крахмалила, вот, оно такое, прямо такое, как у балерины было, вот, но что самое интересное, чем это все украшалось, вот, представляете, это украшалось все битыми, этими новогодними шариками стеклянными, то есть, брались шарики, все это мама складывала в тряпочку, и она толкушкой, прямо, вот это вот стекло новогодних шариков цветное, она прямо в такую мелкую крошку, она это все месила, вот, потом это платье, она делала такой, знаете, из крахмала делала такой клейстер, она, это мою, мою юбку такую, ну, марливую, она все это крахмалила, и пока эта юбка была влажная, в этом крахмальном клейстере, она все это посыпала, вот этими толченными игрушками новогодними, и когда это все высыхало, это платье просто крахмальное стояло, прямо, вот эти, такое вот твердое было, юбка эта, и оно все блестело вот этими мелкими, вот этими стеклянными осколками этих цветных, и это было практически в каждой семье, у кого были девочки, мамы так делали, и никто в жизни, никого в голову не могло, даже не приходило, что это же стекло, а не дай бог стекло упадет там на пол, и кто-то в рот возьмет, да, все было нормально, понимаете, мы все были живые, здоровые дети.